С началом отопительного сезона в борьбу с должниками активно вступили представители коммунальных предприятий Костанайсу, КТЭК и частные судебные исполнители. Помогают им в этом сотрудники полиции. Каждую среду этот состав наведывается в квартиры злостных неплатильщиков. Полиник ТЭК за период с 1 июля по сегодняшний день у нас вручено частными судебными исполнителями 102 повестки. Изъято 4 единицы материальных ценностей. Это вот результаты рейда. 34 потребителям определено удержание задолженности из пенсии и заработной платы. На сегодняшний день дебюторская задолженность по ГКП КТЭК по категории населения составляет 530 миллионов тенге. При отработке адресов выбор падает на абонентов за должностью свыше 100 тысяч тенге перед КТЭК и Костанайсу. Но чаще всего должники готовы к приходу гостей. Дверь никто не открывает. Или же беседу с контролерами ведут соседи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь кто-то жалко. Они не живут. На сегодняшний день по этим пяти абонентам, которые мы прошли, общий долг составляет более 3 миллионов тенге. По словам Салтана Тайтеновой, такие мероприятия также помогают выяснить, проживают ли в этой квартире должники и является ли жилье арендным или собственным. Бывает, мы попадаем на рейды, конечно, попадаем на адреса, изымаем имущество, перекрываем у абонентов воду. Не надо мне сказать, что это кружу я вам. Уйдите, пока уйдем точно. Уйдите, какие проблемы. Уйдете на с тобой, лежайте, вы все-таки детей перепугаетесь. Задолженность населения перед ГКП КТЭК составляет 530 миллионов тенге, а перед Кустанай-СУ свыше 60 миллионов тенге. Многие должники не оплачивали счета с 2012 года. Узнать о том, есть ли ваше имя в этом списке, можно на официальном сайте предприятий. Хамзан Урпиисов, Камила Салкмбаева, РТН. Салкмбаева, РТН. 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 РТН.